В воскресенье у католиков начнется рождественский пост, второе его название – Адвент. Католики в это время, как правило, отказываются от употребления мясных и жирных продуктов. В пост принято совершать добрые дела – отказываться от посещения увеселительных заведений и употребления алкоголя. Однако самое главное во время поста – это забота о своей душе и ее чистоте. В первую очередь Адвент мы должны для себя это усвядомить. Это час радостного ждания, это непостного ждания, в первую очередь. И делится это период для нас, нашей традиции, на две частки. До 16-го снежня мы разважаем над другим приходом Христа в этот свет, над заканчанием часов, над заканчанием истории. Это очень важный период в жизни человека, когда он должен пересенсировать свою жизнь, свои чины. Каждый из нас ждет, каждый из нас проживает в этой жизни, но как мы это делаем? Чы чинно, чы есть в этом некая добрая, божая, креативность? Чы находим мы час для реализации неких наших добрых людских мараў, планов, прагненьяў? Чы саправды их реализовываем, чы саправды они добрые? Вот это вельми важное пытание, яке мы павинны задавать у святле того, што калісті перед Богом за гэтым будем нести отказ. Это перша частка Адвенту. Другая частка Адвенту – это непосредная подрыхтовка до божага нараджанья. Библейске тексты показывают нам контекст особам, які были под час божага нараджанья, место нараджанья Христа. Вельми важный период, калі мы святкуем непосредный момент приходу Бога. Он вельми семейный, добрый, он для нас, у нашей людской традиции, гэтый момент звязывается, асоцииуется, в першу чергу, с непосредной подрыхтовкой наших домов, подрыхтовкой подарункав, некой святочной ежы, планованья, як будем святкаваць гэтый час. Это, пасутнасті, подрыхтовка да свята добранам вядомага, святага нараджанья. Мы святкуем не нашага нараджанья, али тут святкуем дзен нараджанья Христа. И уже третий момент, на який хотелось нам звернуть увагу, под час адвенту, это моя особистая подрыхтовка. Який уже на початку сказал, это не пост, это радостное очаганья, али радостное очаганья махчыма, так само, с таким глубоким внутренним переансансованием своего життя. И тут повинна, напевно, место и святая споведь, и святая коммуния, и заплановать, когда я пройду на святую имшу, на вигилию, так называемую, так званую, у костюля, у своей парафии. Вот это те складковые элементы, которые вплываются на якость нашего переживания, на якость нашего чекания адвенту. Спасибо. Спасибо.